А Минздрав России рассмотрит заявку самарских врачей на использование вертолетов в повседневной работе. На полном серьезе возрождение санитарной авиации обсуждается, и знающие люди напоминают, в 80-х годах что-то подобное существовало. Однако вся система рухнула, и сейчас медикам в отдаленные районы приходится добираться на арианимобилях, а это не всегда быстро, хоть и оборудованы они вроде бы по последнему слову техники. 0-3 служба, которая иногда не менее опасна и трудна, чем 0-2. Виталий Портнов. Алло, здравствуйте, санавиация. Борская. Беременность 36-37 недель. Женщина 74-го года рождения с гипертензией. Нужна бригада акушер-гинеколога и анестезиолога. Ждите, подъедет бригада. Ежедневно на пульт дежурного поступает несколько десятков звонков. Сюда городские районные больницы региона обращаются за экстренной помощью, когда сами помочь не в силах. Отделение в больнице Калинина работает круглосуточно. Оно единственное на всю область. За консультации обращаются не только по телефону, но и через интернет. Здесь проводят даже видеоконсультации. Мы можем в любой момент посмотреть компьютерные снимки различных органов из любого района. То есть там сделали, нам прислали, и мы их тут же посмотрели. Дали либо консультацию, либо выполняем выезд на место с операцией или без. Выезжать тоже приходится часто, а порой проводить операции в пути. Елена попала в серьезное ДТП. Позже девушка с переломом костей таза оказалась в руках специалистов областной больницы. Так как произошло ДТП на трассе, меня доставили в Кенельскую ЦРБ. После доставки мне были проведены все необходимые обследования. И было решено связаться с больницей Калининой. И по санавиации меня сюда уже доставили. То есть это было решение врачей. Заботливые руки врачей помогут Елене практически заново научиться ходить. В этом отделении работает больше ста хирургов различного профиля. 30 медсестер и 18 водителей. В 2007 году мы получили первые реанимобили класса С. Это полностью оснащенные реанимобили дыхательной аппаратуры. Мы непосредственно оказываем и хирургическую, и травматологическую, терапевтическую, какую угодно помощь в пределах, в районах больниц. Всего в арсенале 13 реанимаций на колесах. Шесть из них самого высокого класса. В том числе три для новорожденных до одного месяца. 3000 выездов и примерно столько же спасенных жизней. Такова статистика за прошлый год. Врачи надеются, что на смену реанимобилям со временем придут вертолеты для оказания более оперативной помощи. Виталий Портов, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии.